Здравствуйте! Меня зовут Ванесса Петерс. Вы смотрите новости Сорочинска на городском телеканале ЮТВ. Каждую субботу и среду в 2020 мы рассказываем о событиях и интересных людях Сорочинского района в сегодняшнем выпуске. Как преобразиться Сорочинск в городском округе благоустроят парк и скверы? Сорочинцы возмущены ситуацией в сфере ЖКХ. Люди почти два месяца живут без холодной и горячей воды. Начнем выпуск с коротких новостей. За все время в Сорочинском городском округе зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирусом. Из них 32 пациента выздоровели. В Сорочинском ковид-центре сегодня под наблюдением находится 44 человека. Из них у 15 подтверждена ковидная пневмония. Жители Сорочинска жалуются на отсутствие воды в сезон полива. С каждым годом ситуация только ухудшается. Проблема затрагивает жителей с разных частей города. В чем причина, расскажет наш корреспондент. Ну вот даже элементарно мы можем открыть краны. Все везде пусто, воды нет. Мы набираем ночами в тазике воду, в ванночке. Вот наш главный инструмент – это ковшик. Люди ночью спят, а мы набираем воду. Неважно, детей мыть или самим взрослым купаться. Вот так без воды мучаются жители улицы Суворова. С утра до ночи одна проблема. Но не только у них. Жители улицы Интернациональная также ждут воду. Семья Виноградовых проживает здесь 3 года. Постоянный перебой с водой не дают покоя. Жители обращались в управляющую компанию. Там заявили, что трубы изношены, и поэтому случаются прорывы. Смотрите, если выходной день настал, с самого утра, суббота, воскресенье мы сидим вообще без воды. Потому что, говорит, полив начинается, нам воды не хватает. Все. В будни, если там с утра потихоньку вода идет, с вечера все, с 6 часов можно воды не ждать. До 10, до полодиннадцатого, что хотите, то и делайте, называется. Эта проблема появилась в 94-м году. С 93-го, с 94-го года. Вода начала отключаться где-то с половины дня. Как полив начинается, огороды поливают туда-сюда, все, вода пропадает. Когда дождь начинается, огороды закрывают, поливать перестают, вода более-менее идет. Жители дома в отчаянии. У них уже нет сил по ночам набирать канистры с водой. Мы ночами караулим ее, включаем. Иногда затопляем потом соседей, потому что вода начинает идти. Набираем емкости, фляги, баки. Все мы это заполняем. Зимой тоже бывают промежутки, когда воды нет. Конечно, меньше, чем летом, но зимой тоже бывает, что не бывает воды. Но насчет лета надо что-то делать. Мы уже устали на самом деле. Дом у нас со всеми удобствами. Не помыться. Ничего сделать нельзя. Это просто крах. Это ужас просто полнейший. Я живу на втором этаже. Воды не было и нет, как туда заехала. В общем, обстоят так дела. Как жара, все. Нет воды. Не искупать. У меня двое детей. Не искупать детей. Не жрать, не сварить, не постирать. Вот это ужас какой-то. Примите меры. Я вас прошу, чтобы завтра уже была вода. Я устала. Понимаете? Примите меры. Жалобы на отсутствие воды разлетелись и по социальным сетям. В администрации Сорочинска нам сообщили, что муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» находится в стадии банкротства. В связи с этим под сокращение попало почти 100 сотрудников. Это больше трети. То есть обслуживать все эти водоснабжения практически некому. Отсутствие дежурного персонала на водозаборах приводит к постоянному переполнению накопителей воды. Отсутствует диспетчерская служба. Служба водоснабжения обслуживает 41 населенный пункт с количеством персонала 6 человек. 11 канализационно-насосных станций также работают без персонала. Устарело и оборудование. На схеме водоснабжения поселений Сорочинского городского округа видно, что изношенность объекта в большинстве случаев составляет 70% и даже доходит до 100. В Сорочинске из 41 водозаборной скважины работают 27. На остальных вышли из строя насосы. Тем временем региональное правительство намерено спасти предприятие от банкротства. План должны предоставить губернатору Оренбургской области до конца июня. Также станет ясно, сколько средств и какое оборудование понадобится, чтобы решить вопросы с водой. Жителям снова остается только ждать. Каждый год одно и то же. Все только обещают. Мы обращались уже и к губернатору писали, и к местным властям писали. Мы просим вас помочь нам. Алла Трубина, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. В Сорочинске полным ходом идет реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды. По предложениям жителей для конструкции выбрали парк 70 лет Великой Победы и имени Калинина. Что уже сделано и что предстоит, расскажет Алла Трубина. Парк Победы теперь любимое место отдыха жителей города. Недавно здесь открыли фонтан. Подобные работают в Оренбурге, Орске и в Бузулуке. Посмотреть на фонтан в Сорочинске и даже искупаться в нем приходит много ребят и взрослых. Егор сюда приехал из Тольятти. Приезжаю несколько раз в год к бабушке. Очень весело, много детей, попадаются даже знакомые. Нравится лазить на тренажерах, на площадках, на горках, на качелях. Очень красивый фонтан. Музыка тоже очень красивая. Практически полу парка купаются. Фонтан запустили осенью прошлого года. Его размер почти 4 на 4 метра. А струи могут достигать высоту 3,5 метров. Сейчас в связи с пандемией фонтан включают редко. В такие дни в парке собирается много горожан. Больше всего их привлекает музыка. Фонтан может воспроизвести светомузыкальное шоу. Здесь можно услышать как классические композиции, так и современные. Мы открываем окошко по вечерам. Услышав этот фонтан, сразу рвемся на улицу. Ребенок тащит меня в этот парк прекрасный. Повеселиться, поскакать, поиграть с друзьями. Много друзей моих. И там очень весело. Громкая, веселая музыка. Там можно бегать и играть. В нашем городе очень мало фонтанов. Это всего лишь второй. Детям очень нравится. Посмотрите, какие они радостные. Ну, только положительные эмоции. Спасибо администрации города, что у нас в городе есть такое местечко. В парк мы очень часто ходим, чтобы привлекаться на потрясающие площадки, где нам очень нравится играть. Также очень часто приходим кататься на роликах, в велосипедах. Нам очень нравится этот парк. Нравятся и музыкальные композиции, которые сопровождают радостные детские крики от того, что вода льется. Заботьтесь о той красоте, которую нам сделали. А в парке имени Калинина основные работы еще идут. В этом году его также реконструируют по программе формирования комфортной городской среды. В этом году мы проводим благоустройство старинного места отдыха сарачан. Даже, отчасти сказать, святого места, потому что этот парк, он издавна существует. Здесь были старые деревья, их выкорчевали. Несколько лет мы здесь высаживали вот те, которые сейчас растут. Ну, а теперь настал черед его привести в соответствие с требованиями сегодняшнего дня. Поэтому на сегодняшний день здесь идут очень активно земляные работы. То есть, прежде всего, это планировка самой всей парковой площади, прокладка, прежде всего, линии освещения. Здесь будут установлены очень много светильников, обязательно видеонаблюдения, ну и различные зоны отдыха. Зона отдыха для пожилого населения, для молодого поколения, для детского. Детская площадка будет. Получится вот такое замечательное, маленькое, уютное место для отдыха жителей Сорочинского округа. В июле в парке высадят деревья, установят лавочки и обустроят площадки для отдыха. Стоимость работ почти 8 миллионов рублей. Завершить строительство планируют осенью. Но уже город готовит для участия в федеральной программе новые проекты. Также разрабатывается сейчас дизайн проекта, а потом уже дизайн именно на реконструкцию, даже не реконструкцию, а на создание парка большого отдыха именно в микрорайоне Озерки. Вот у нас как бы так получается, что тот вообще микрорайон забыт, они все обижаются. Поэтому следующий шаг – это парк в Озерках у нас, где тоже большая площадь позволит нам и спортивную зону, поле для мини-футбола, для волейбола сделать, спортивные площадки, зону для отдыха взрослого населения. Также в разработке проекта реконструкции парка имени Ленина идет ремонт кинотеатра России. Он должен возобновить работу в сентябре этого года. На этом у меня все. С вами были новости Сорочинска на городском телеканале ЮТВ. Смотрите нас каждую субботу и среду в 2020. Еще больше новостей на нашем сайте utv.ru или в инстаграме utv.orin. Если вы хотите предложить свои новости или рассказать про интересных жителей Сорочинска, звоните по телефону 430045. С вами была Ванесса Петерс. Всего доброго!